Всем привет! Сегодня будем готовить ленивые вареники. Для многих это блюдо из детства, а точнее из детского садика. Готовится оно просто, а получается нежное и вкусное. Здесь у меня творог. Добавляю сюда ванильный экстракт. Разбиваю яйцо. Творог лучше брать такой, чтобы был сухой, не влажный. Жирность, в принципе, не имеет значения. Главное, чтобы он не был слишком мокрым. На это количество творога я беру 1 столовую ложку сахара, но тут по вкусу. Сейчас это все нужно растереть до однородности. Можно воспользоваться вилочкой. Вот так вот ложкой, когда небольшое количество, тоже удобно. Теперь нужно ввести в тесто муку. По рецепту идет 2 столовые ложки. Ну, это базовый рецепт. Но часто бывает, что муки нужно добавить больше или меньше. Тут многое зависит от консистенции творога. И вот чем меньше муки вам придется добавить, тем нежнее и вкуснее получатся вареники. Если будет, например, слишком влажный творожок, то муки придется добавить больше, а значит тесто получится более резиновым. Вот я сейчас добавила 2,5 столовые ложки муки. Сейчас продолжу вымешивать на столе. Нужно сделать так, чтобы тесто не прилипало к рукам. Начинаем вот так вот потихоньку его обминать. Доводим до мягкого пластичного состояния. Получается у нас вот такое вот мягкое, приятное тесто. Теперь формирую из него вот такую вот колбаску. Теперь тесто нужно разделить на кусочки. Размер кусочков смотрите на свой вкус делайте. Вот как нарежете, такого размера и будут ваши вареники. Теперь из каждого кусочка формируем шарик. Я выкладываю шарики на доску, посыпанную мукой. Так можно и замораживать, и хранить в холодильнике. Если вы планируете заморозить вареники, это очень хорошая идея, я вам скажу. Всегда можно поставить, скипятить водички и отварить вот этих шариков на завтрак. Дети их очень любят. Вот из этого количества ингредиентов получается такое количество вареников. Можно их сделать, конечно, по размеру и помельче. Но это все на ваш вкус. Также я хочу сделать вот такие вот ямочки. Ну просто, мне кажется, что так вареники выглядят аппетитнее. Можно просто взять, к примеру, вилку и приплюснуть сверху. Получатся тоже красивые полосочки. Вы знаете, когда вареники готовы, в эти ямочки так аппетитно можно заливать сливочное масло, сметану или какой-нибудь соус. Кстати говоря, про соус. Я хочу сегодня сделать вишневый, поэтому вареники остаются у меня пока что на столе. А мы займемся соусом. Здесь у меня размороженная вишня с соком. Я добавляю сюда сахар. По вкусу добавляем, конечно. И доведу это все до кипения. И проварю примерно 3 минуты. Если сока слишком много, то можно загустить это все при помощи крахмала. И получится такой густой, приятный соус. В закипевшую воду я добавляю немного растительного масла. И по одному закидываю сюда вареники. Готовятся они примерно так же, как и пельмени, пока не всплывут. Лишний раз ложкой их перемешивать не стоит. Но вот разочек нужно, чтобы проследить, что никто не прилип ко дну. И все. Вода бурлит. Ждем, пока повсплывает. Вареники получаются очень вкусными. Особенно, если подать их с каким-нибудь соусом. Поскольку у самих вареников довольно-таки нейтральный, приятный, нежный вкус. То либо делайте какой-то классный яркий соус. Либо делайте для них какую-то начинку. И будет просто огонь. Большое спасибо вам за просмотр. Приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok